Пока бывшие жители Мексики продолжают помогать своим семьям перебраться на территорию Соединенных Штатов Америки, пока кубинцы обустраивают свои жилища, чтобы быть полезным тем, кто остался на территории Кубы, русскоязычная комьюнити продолжает лидировать в статусе «самая недружелюбная комьюнити во всем мире по отношению друг к другу». Русскоязычные бизнесы используют наших земляков, нелегально проживающих на территории США, как рабсилу в своих корыстных целях. Когда корыстные цели заканчиваются, их выгоняют с работы и не платят им заработанную плату. Наш самый озабоченный в этом вопросе специальный корреспондент Денис Лето решил выяснить, кто же может попавшим в беду людям помочь. И он нашел этого человека. Денис Лето отправился к самому русскоговорящему частному детективу Стиву Дуднику. Денис, вы в эфире, здравствуйте. Да-да, Дениска, я тебя слышу, я на связи, все хорошо, скучаю, люблю, целую, обнимаю. Скоро буду, если только частный детектив, к которому мы сегодня обратимся, меня не задержит. Кто-нибудь дома есть, Ален? Вот он, наш детектив. Скажите, а вы у нас только один русский детектив на планете, ну, на планете Майами. На планете Майами в ближайших 35 штатах, да. А почему, а почему вы стали именно вот детективом, а не там плотником? Ну, кто должен быть плотником, кто должен быть детективом? У меня есть слабый детектив, он у меня больше лучше получается, чем плотником. Ой, вы знаете, у меня тоже лучше, не буду говорить, что у меня лучше получается. Скажите, а вот это самое, сейчас такие проблемы с ребятами, увольняют, деньги не платят. В общем, передаст и в плохом смысле слова. Законодательство всегда больше на стороне рабочего, чем работодателя. И если человек устроился на работу, и легал, нелегал, не имеет никакого значения, работодатель должен оплатить ему полностью всю работу. И часто к нам обращаются люди, и они жалуются, что их уволили через 2-3 недели работы, им не заплатили, и часто работодатели говорят, ты нелегал, уходи отсюда, ты ничего не добьешься. Вот это очень большая ошибка, потому что это может, будем так говорить, это не только большая ошибка работодателя, это может привести к какому-нибудь криминальному делу. Если людей уволят с работы, если они потеряли, или не хотят платить зарплату, можно обратиться в инстанции, можно обратиться к нам, к адвокатам, под отсюда на работодатель, и на 99% этот иск будет выиграно. Вот, а что, видите, вас уже прям все хотят, добровольно тоже. А вообще чем-то кончалось для них не очень хорошо, с вашей стороны, вы кого-нибудь там делали? Нет, мы в Америке не делали, мы в Америке, мы живем в стране, но были случаи, что когда работодатель платил очень большие деньги, и получал большие штрафы, и даже были работодатели, которые теряли свой миграционный статус в Америке, если они не граждане, за то, что они использовали работу нелегальных рабочих, или за то, что они не оплачивали зарплату легальным или нелегальным рабочим, они теряли статус? Вот меня обманули. Вот с какой стороны у вас объект? Ну, меня, я, конечно, универсальный, вот, меня можно, нет, это не ужас, кстати, зря вы так, вот, знаете, это тема другой нашей передачи, вот, но мы тоже расскажем, как-то вы придете к нам в студию в гости. Так вот, скажите, вот, меня уволили, и что дальше? Надо сейчас забыть, что вас уволили. Вас уволили потому что... А она же скажет, что я не работал, плохо работал. Если ты плохо работал, или не идет в бизнес, или тебя, может, знаешь, говорит лаборатор, или ты разбил что-то у меня, или ты украл что-то у меня, это совсем отдельное дело. Если вы отработали, вам обязаны заплатить. Нас смотрит вся радужная Америка. Вы знаете, все-таки мне все ближе и ближе, вы могли бы как-то... Я просто хотел бы... Нет, мне хотелось, чтобы нужно пространство, чтобы нужно было... Есть специальный адвокат, который занимается проблемами с трудом, ну, проблемы с неоплатой, называется лейбор-адвокат. И также в своих штатах обратиться в департамент лейбора своих штатов. Да, вот если денег нету, что делать? Департамент, а при том, что нет, самоеное, что не надо к адвокату, и адвокаты за это дело берутся, они с вас деньги брать не будут, им будут платить работодатель потом. Вообще здесь напрягаться не надо, приходите, адвокат сам этим занимается, адвокат уже получает свою заработную плату с работодателями. Скажите, пожалуйста, а вот эта вот звезда, это тоже настоящая? Нет, это звезда, ну, она настоящая, но она не золотая, хотя я же никак похоже с золотым крестом. Это активная звезда моего нового. Скажите, а вы пистолет где-нибудь храните, так, напоследок? Мой пистолет прожмите всегда при себе. Можно его потрогать? Мой пистолет. Пистолет сначала, а потом... Пистолет я хранил бы. Ах, вот здесь он, вот. Сколько только трогайте, а вам я его не дам. То есть там все пульки, все это есть, да? Все это есть. Там у меня что-то, не пистолетик. Спасибо вам большое, вы настоящий дзинтельмен. Очень рад с вами познакомиться, ну, я пошел. Я сейчас девушка, панамочку заходил. Извините, пожалуйста. Девушка. Алло, это Стив, тут кое-что вышло от меня, пожалуйста, можно его пробить? А что он имел в виду, когда он сказал пробить? Это то, что я подумал. Так, выключай камеру, надо спасать нас, специального корреспондента, пока его не пробили. С ними песня. Субтитры сделал DimaTorzok